запишу сегодня видео по фильмам по комиксам и так 10 место фильмы по комиксам маска очень древний фильм аж 94 года вот шикарный фильм лучше роль джима керри смешной даже вот видите номинации есть на визуальный эффект то есть от 94 год это никаких там что суперкомпьютеров не очень шикарный очень кино комедия смешная со смыслом все очень хорошо на девятом месте у нас 300 спартанцев это спарта все такое прочее вот нарисовано круто сюжета нет но нарисовано круто все знают это спарта все понятно то есть это по комиксам на самом деле понятно что это по мифам и легендам как бы но по комикс то есть комикс нам показывали что зак снайдер там великий просто режиссер по комиксам который он просто там покадрова правда то есть был комикс он просто покадрова короче сцены снимал из комикс эффекты шикарная снято все павильоне очень круто на самое прикольное вот я даже не помню то есть я смотрел не помню оказывается у него есть вторая часть кто не помнит вторую часть есть вторая часть с теми же актеры ну понятно там спартанцев уже не будет тут другие спартанцы или не спартанцы но тут то же самое только на море на кораблях все такое прикольное пересмотрел трейлер ну действительно все шикарно но его никто не помнит потому что как бы нам провалился но 6 и 6 как всего лишь вот но мы как бы все равно это относится 9 место еще бы фильма может посмотреть вот то есть так на восьмом месте у нас наш любимый киану ривз и константин повелитель тьмы оказывается это комикс ну кто не знал это по комиксу снят то есть вот смотрите прикольное кино киану ривз молодой 2005 год и сразу после после матрицы снят или между матрицами но фильм очень крутой понятно что он как бы недорогой но очень крутой посмотрите как шикарное кино занимает гордое 8 место следующий самый новый фильм 2021 года только вышел лига справедливости зак снайдера посмотрел старую лигу справедливости ну там от нее осталось конечно кто-то ну это просто в разы интереснее кино длиннее раза в три на все очень хорошо сцены там тогда ну зак снайдер как бы кто смотрел старый кино посмотрите новые как бы не пожалеете очень хорошее кино снимает гордо у нас и мое место следующее следующее у нас товарищ джеймс ганн стражи галактики вот но такая пародия на комикс ну то есть фильм по комиксам пародия на комикс очень смешная очень пародия посмотрите шикарно все там будет несколько частей на одном вторую сняли 3 по-моему еще будет снимать а может не будет а вот я грудь как бы все понятно там она и следующий следующий прикол ну то есть пародия короче просто порой очень хороший пародия пародия на все фильмы как по комиксам вот следующий мало кто знает на самом деле мало кто знал кино то все знают мало кто знает что он тоже по комикс то есть сейчас почитал на самом деле то есть фильмы все знают да там уже четыре части сняли но первые три считаются каноном 4 так как бы ну тоже можем сказать но они пытались они пытались комиксы потом продать и а все равно комикс никто не покупал потому что тут как бы дело не в комиксах дело в актерах и но очень хорошие кино все знают люди в черном просто мало кто знает что по комиксам отснято сетки но по комиксам на самом так это у нас занимает гордо пятое место четвертое место почему она так высоко то есть первый железный человек ну там их сняли тоже каких-то бесконечное количество продолжений но почему как бы я вот так высоко поставил потому что с этого фильма и началась вся киновселенная все-все ну не только марвеловской а вообще все кино вселенной с этого начались то есть такой киносериал то есть именно с этого фильма начался начался киносериал комиксовый до этого кин ну пытались там что-то делать ну а это именно киносериал то есть каждый следующий фильм зарабатывал больше чем предыдущий но это как бы прикольно то есть поэтому как бы он так высокой стоит вот железный человек занимает гордо четвертое место ну и тройка лидеров тройка лидеров ну понятно наш великий кристофер кристофер нолан да а вот я считаю конечно вот этот фильм лучше его фильм все остальное чтобы он после него делал он так пошел вниз всякие интерстералы интер интерстералы доводы и прочие дюнкеркина а это именно вот хорошие кино кристиан бэйл тут прям хитлы ну понятно все актеры там все актеры шикарный фильм шикарен все шикарно поэтому гордое третье место занимает но гордое второе место у нас занимает мстители война бесконечности именно 1-я часть потому что вторая часть получилась какая-то никакая а 1 часть столько было надежд все ждали будет вторая часть крутая вторая часть оказалась ну не то что как бы она совсем плохая ну как 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 все как все телефон бесконечных и фильм бесконечные все фильмы упаковки а это действительно было прикольное мын кино то есть главный кинозлодей, тут все так хитро, всякие мысли там такие, перенаселение и все такое прочее. Очень, очень популярные мысли в комиксах снятые, ну. Вот. И первое место у нас, все будут спорить, но я считаю, это просто величайший фильм по комиксам. Да, наверное, и не только по комиксам. Это же, конечно же, Хранители. То есть фильм величайший, а вот альтернативная вселенная, там все такое прочее. Очень интересно. Политика да, политики тут очень много. Все очень интересно, да? Ну, понятно, вон фильм не без недостатков, потому что тут много всяких героев, из которых вы будете знать, наверное, одного. А все остальные, ну, какие-то пародии на Бэтм, вот эти вот непонятные. Какие-то все непонятные, все непонятные герои, а тащит один герой. Ну, самое прикольное, что от этого героя ведется как бы повествование. То есть повествование ведется от самого крутого героя. Вот из всех них, да? То есть это хорошо. Плохо, что все остальные, как бы, ну, вот эти вот непонятные чуваки. Ну, фильм очень снят круто, слово Мо, там, так далее, там, потом. То есть это просто шедевр. Говорили, что этот комикс не экранизирует, но Зак Снайдер сумел экранизировать, и достаточно хорошо, видите, даже 7,6 он занимает. Вот я считаю, первое место заслуженное. Вот такая у нас десятка. Понятно, там есть куча всяких других фильмов. Возможно, если это видео наберет много просмотров, мы сделаем и по-другим. Ну, то есть по-неудачному. Вот это удачный, это удачный фильм по комиксам. Там есть очень много неудачных фильмов, которые тоже, в принципе, неплохие, но неудачные. А вот кто, как бы, любит фильмы, музыку и так далее, может подписаться на нашу группу. Называется Интересная музыка, фильмы, сериалы. Здесь про фильмы, про музыку, про сериалы. Сейчас у нас тут идет акция, да, акция. Мы тут лучше танцевальные хиты планеты у нас. В частности, диско. Диско 70-х. Очень интересная. Музыка, о которой вы не слышите. Но, скорее всего, вы услышите потом. Лет через 10, когда это опять будет популярно. Так что ссылка будет в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Много видео наберет просмотров. Будет вторая часть.